Уважаемые любители русской классической литературы, специально для вас решили записать аудио-версию, аудиокниги Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, которая называется «Мелочи жизни». Почему именно «Мелочи жизни»? Ну, конечно, это то произведение, которое нужно прочитать всем, потому что, несмотря на то, что оно было написано практически более 150 лет назад, если быть точнее, то около 200 лет назад, то актуальность не потеряла и по настоящее время. Те самые сатиры, те самые жизненные циклы, те самые мелочи, которым забиваем ежедневно голову свою, те самые пустяки, за которых масса людей переживает и живет, и смакует эти пустяки, укорачивает свою жизнь, это все вот эта сатира, жизненная сатира, которая хорошо описана именно в этом произведении, поэтому данные произведения «Мелочи жизни» я решил записать в аудиооформление, в аудиокниги. Ну, понятно, что аудиокнига сейчас наиболее популярна, и это современный такой шаг, это современное восприятие исторической художественной литературы, русской литературы. Ну и, конечно же, Салтыков-Щедрин, он потрясающе описывает даже те вещи, которые сейчас нам очень понятны, приятны, и на многие вопросы, которые интересуют вас сегодня, вам будет дан ответ именно в произведении «Мелочи жизни» Салтыкова-Щедрина. Это основная цель, почему я записал аудиокнигу именно на данные произведения, хотя все его произведения хороши, и каждое произведение хорош по-своему, и многое несет смысловые нагрузки, но в связи с тем, что сейчас у людей стало меньше времени, они больше занимаются интернетом, больше любят видеоролики, либо на слух что-то воспринимать. Вот мы и создали, собственно, аудиокнигу. Конечно, в идеале ее прочитать лучше самому, эту книгу и это произведение в частности, но, тем не менее, мы представляем вам уникальную возможность. Вы можете совершенно бесплатно, зайдя в мою официальную группу ВКонтакте, которая называется «Художник Буянов Дмитрий», можете зайти и посмотреть, найти там данные аудиозапись, совершенно бесплатно аудиокнигу скачать, прослушать, причем записано на очень хорошем уровне, записано с очень хорошей звукозаписывающей студией, и, соответственно, воспроизведение будет ласкать, что называется, ваш слух. Ну, а в целом пропаганда художественной русской литературы, конечно, должна быть приемлема для вас ежедневно, вы должны почерпать оттуда всю ту ценность, все те пласты исторической науки, исторических знаний, житейских знаний, с которыми с удовольствием делился вместе с нами Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, великий Салтыков-Щедрин. Ну что ж, дорогие друзья, приглашаю вас послушать данную аудиокнигу, и, конечно же, если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал, здесь многое, что интересно связано с настоящей высокой художественной культурой. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Мелочи жизни. Текст читает Буянов Дмитрий. Введение. Всякий истый петербуржец на три месяца в год обрекает себя на нечеловеческое житье. Конечно, я говорю не о барах, которые разъезжаются по собственным деревням и за границу, а о простых смертных, которые расползаются по дачам, потому что за зиму Петербург их задавил. Кто поэкономнее, тот забирает из задних комнат мебелишку и старую разнокалиберную посуду, увязывает на ваза, садит сверху кухарку и едет. Другие нанимают дачи с мебелью и посудою и находят обломки и черепки. Постелей нет. Или такие, что привыкать надо. Вместо простора – теснота, вместо тишины – судачи не соседей, вместо воздуха – сырость, вместо восстанавливающих солнечных лучей – туман и дожди. Именно так было поступлено и со мной, больным, почти умирающим. Вместо того, чтобы везти меня за границу, куда, впрочем, я и сам не чаял доехать, повезли меня в Финляндию. Дача на берегу озера, которая во время ветра невыносимо гудит, а в прочее время разливает окрест приятную сырость. Домик маленький, но веселенький. Мебель сносная, но о зеркале и в помине нет. Поэтому утром я наливаю в рукомойник воды и причесываюсь над ним. Простору довольно и большой сад для прогулок. Болен я. Могу без хватаства сказать невыносимо. Недуг впился в меня всеми когтями и не выпускает из них. Руки и ноги дрожат. В голове целодневное гудение. По всему организм пробегает судорога. Несмотря на врачебную помощь, изможденное тело не может ничего противопоставить недугу. Ночи провожу в тревожном сне, пишу редко и с большим мучением. Читать не могу вовсе и даже слышать чтение. По временам самый голос человеческий мне нестерпим. Что это такое, как немучительное и ежеминутное умирание, которому по горькой насмешке судьбы нет конца? Знает ли читатель, что такое значит «пять минут»? Конечно, знает. Нет того русского человека, который многократно не отчитал бы эти пять минут, сидя в приемной в ожидании нужного человека. Но вот, наконец, нужный человек появился в дверях, сказал мимоходом два-три слова, и все забыто. Теперь помножите эти пять минут на часы, на сутки, месяцы, на год. Что это такое? Сидишь и смотришь, как одна минута ползет за другой. Вот, наконец, доползла. Начинаются следующие пять минут. Ужасно. Нечто подобное должен испытать сидящий в одиночном заключении. Что привело меня к этому положению? На этот вопрос не обинуясь и уверенно отвечаю – писательство. Ах, это писательское ремесло. Это не только мука, но целый душевный ад. Капля по капле сочится писательская кровь, прежде не жели, попадет под печатный станок. Чего со мною не делали? И вырезывали, и урезывали, и перетолковывали, и целиком запрещали. И всенародно объявляли, что я вредный, вредный, вредный. Трудно поверить, а в провинции власть имущие делали гримассы, встретив где-нибудь мою книгу. Каким образом этот вредный писатель попал сюда? Вот вопрос, который считался самым натуральным относительно моих сочинений. Встречены где-нибудь в библиотеке или в клубе. Один газетчик, которому я немало помог своим сотрудничеством при начале его журнального поприща, теперь прямо называет меня не только вредным, но паскудным писателем. Мало того, в родном городе некто пожертвовал в местный музей мой бюст. Стоял-стоял этот бюст год или два благополучно, и вдруг его куда-то вынесли. Оказалось, что я вредный. Надеюсь, что этого достаточно для самой богатой надгробной эпитафии. Итак, я провел лето в Финляндии. Финляндия – это та страна, это та самая страна, где, по свидетельству Пушкина, жила злая волшебница Наина и добрый волшебник Финн. Финн долго боролся с Наиной, но потом махнул рукой и уехал в Швейцарию. Доить сементальских коров. Наина осталась одна, и сколько она делает всяческих пакостей своему отечеству, этого ни в сказке сказать, ни пером описать. Наводит тучи, из которых в продолжении целых месяцев льют дожди, наполняет страну ветрами, наворачивает камни на камни, зарывает деревни на восемь месяцев снега, и, наконец, в последнее время выслала сюда тьму, тьмущую русских пионеров. Здешние русские пионеры – это люди-интеллигенции по преимуществу. Провозят из Петербурга чай, сахар, апельсины, табак и, миновавшие Тиреокскую таможню, крестятся и поверяют друг другу. «Вы что провезли?» «Папиросы для мужа. А я целую голову сахару. Угадайте, где она у меня была?» Шепот. «Ах, проказница!» Я не имею сведений, как идет дело в глубине Финляндии. Проникли ли и туда обрусители, но, начиная от Тиреок и Выборга, верст на двадцать по побережью Финского залива «Нет того ничтожного озера, кругом которого не засели бы русские землевладельцы. И все из них, из всех сил, стараются. Деньги бросают пригоршнями, несут явные и значительные убытки. В конце концов, все-таки только и услышишь, что то один, то другой мечтают о продаже своих дач. Правда, что на место убывающих являются новые заселенцы. Но выйдет ли когда-нибудь из этого толк, трудно сказать. Выходит масса денег. Вот все, что до сих пор ясно. И все благодаря пущенным слухам о необыкновенной живительности здешнего воздуха. Репутация далеко не на всех оправдывающаяся. Мне кажется, что если бы лет сто тому назад, тогда и разговаривать было легче. Пустили сюда русских старообрядцев и дали им полную свободу относительно богослужения. Русское дело вообще на всех окраинах шло бы толковее. Старообрядцы – это цвет русского простолюдия. Они трудолюбивы, предприимчивы, трезвы, живут союзно и, что всего важнее, имеют замечательную способность к пропаганде. В настоящее время они имели бы здесь массу празелиидов, как имеют их среди зыриан, пермяков и прочих инородцев отдаленного севера. Укрываясь от преследований вглубь лесов, несмотря на выгонки, они сумели покорить сердца полудиких людей и сделать их почти солидарными с собою. Но вместо того, чтобы воспользоваться их колонизаторскими способностями, их били кнутом, рвали ноздри, урезывали языки и вызвали, так сказать, создали ужасный обряд самосожжения. За это даже на том недалеком финском побережье, где я живу, о русском языке между финнами и слыхом не слыхать. А новейшие русские колонизаторы выучили их только трем словам. Тем не менее, в селе Новая Кирка есть финны из толстосумов, то есть торговцы, которые говорят по-русски довольно внятно. Финны живут разрозненно и селятся починками в 2-3 дома. Есть, однако, большое село Новая Кирка, которое, впрочем, составляет ту же груду починков. Народ трудолюбив и любит страстно свою землю. Работают неутомимо, хотя частые непогоды мешают земледельческому труду. Землю удобряют исправно и держат достаточно скота, в особенности овец и свиней. Но коровы здешние малорослы, потому что Финляндию, по какому-то недоразумению, безусловно, запрещено ввозить скот из других стран, а, следовательно, и совершенствовать местную породу трудно. Нынешний год все уродилось прекрасно, но с полей убрать было нерегко. Целый месяц лили дожди. Мастеровых кругом совсем нет, кроме одного пекаря, который продает в разнос выборские крендели. Отхожих промыслов тоже нет, а стало быть, нет и бывалых людей. Финн замуровался в своей деревне, зарылся в снегах на две трети года и не двигается ни вправо, ни налево. Есть, впрочем, в нашем соседстве два-три хозяина, которые скупают бруснику и ездят в сентябре в Петербург продавать ее. О честности финской составилась провербиальная репутация, но нынче и в ней стали сомневаться. По крайней мере, русских пионеров они обманывают охотно, а нередко даже и поворовывают. В петербургских процессах о воровствах слишком часто стали попадать финские имена. Стало быть, способность есть. Защитники Финляндии, из русских же, удостоверяют, что финнов научили воровать проникшие сюда вместе с пионерами русские рабочие, но ведь клеветать на невинных легко. Есть у финнов и способность к пьянству, хотя вина здесь совсем нет, за редким исключением корченства, строго преследуемого. Но, дорвавшись до Петербурга, финн напивается до самозабвения, теряет деньги, лошадь, сбрую и возвращается домой голкоцаков. Талантливы ли финны, сказать не умею. Кажется, скорее, что нет, потому что у громадного большинства их вы видите в златушных глазах только недоумение. Да и у выдающихся людях здесь не слыхать. Если бы что-нибудь было в запасе, все-таки кто-нибудь досоздал бы себе известность. О финских песнях знаю мало. Мальчики-пастухи что-то поют, но тоскливые, и все на один и тот же мотив. Может быть, это такие же песни, как у них соплеменников, ватяков, которые, увидев забор, поют. Ватяки, по крайней мере, русским языком щеголяют. Ах, забер! Увидав корову, поют. Ах, корова! Впрочем, одну финскую песнь мне перевели. Вот она. Давидовой корове Бог послал теленка. Ах, теленка! А на другой год она принесла другого теленка. Ах, другого! А на третий год принесла третьего теленка. Ах, третьего! Когда принесла трех телят, то пастор узнал об этом. Ах, узнал! И сказал Давиду, Ты, Давид, забыл своего пастора. Ах, забыл! И за это увел к себе самого большого теленка. Ах, самого большого! А Давид остался только с двумя телятами. Ах, с двумя! Я, впрочем, не ручаю за верность перевода. Может быть, даже самый текст вымышлен. Но, во всяком случае, он близок к перлу создания. И характеризует роль, которую играют здесь пасторы. О науке финской я ничего не знаю. Ей отгорожено место в Гельсингфорсе. А что она там делает, неизвестно. Исправников и становых здесь днем с огнем не сыщешь. Но пасторы у русских дачников с некоторого времени начали требовать но обращаясь к мелочам жизни. Напрасно пренебрегают ими. В основе современной жизни лежит почти исключительно мелочь. Испуг и недоумение нависли над всей Европой. А что же такое испуг, как несцепление обидных и деморализующих мелочей. Вот уж сколько лет сряду, как каникулярное время посвящается преимущественно распространению испугов. Съезжаются, совещаются, пьют молчаливые тосты. Граф Кальноке был с визитом у князя Бисмарка, а через полчаса князь Бисмарк отдал ему визит. Граф Кальноке приехал в Варцин, куда ожидали также представители от Италии. Вот что читаешь в газетах. Король Милан тоже ездил, кланяется и пользуется сердечным приемом. Даже черногорский князь удосужился и съездил в Вену, где тоже был сердечно принят. А что все это означает, как нефабрикацию испугов в умах и без того возбудораженных простецов? Зачем это понадобилось? С какого права призна необходимым, чтобы Сербия, Болгария, Босния не смели устраиваться по-своему, а непременно при вмешательстве Австрии? С какой стати Германия берется помогать Австрии в этом деле? Почему допускается вопиющая несправедливость к выгоде сильного и в ущерб слабому? Зачем нужно держать страхи соседей? Добрые гении пролагают железные пути, изобретают телеграфы, прорывают громадные каналы, мечтают о воздухоплавании, одним словом, делают все, чтобы смягчить международную рознь. Злые, напротив, употребляют все усилия, чтобы обострить эту рознь. Политиканство давит успехи науке и мысли, и самые существенные победы последних умеет обращать исключительно в свою пользу. Потом, немецкие фабриканты совсем завладели лодзем, немецкие офицеры живут в Смоленске, немецкие офицеры генерального штаба появились у троицы Сергия, изучают русский язык, Ярославское шоссе, собирают статистические сведения, делают съемки и так далее. Что им понадобилось? Уже ли они мечтают, что германское знамя появится на Ярославском шоссе и село Братовщина будет перемежовано к Германской империи? Вот какие постыдные мелочи наполняют современную жизнь. Это по части немцев, а по части россиян еще лучше. Фабриканты и заводчики рассчитываются с рабочими купонами девяностых годов. Фабриканты и заводчики ходатайствуют об увеличении ввозных пошлин. фирма икс проникла в земство и распоряжается по произволу выборами мировых судей. Фирма зэц купила чуть ли не целую губернию. Леса наши гибнут, реки мелеют. Крестьяне год от году беднеют, помещики также, а рядом с этим всеночным обеднением врастают миллионы, сосредоточенные в немногих руках. Это уж мелочи горькие, но покуда никто их еще не пугается, а когда наступит очередь для испуга, может быть, дело будет уже непоправимо. Все мы каждодневно читаем эти известия, но едва ли мы многим приходят на мысль спросить себя, в силу чего же живет современный человек, и каким образом не входит он в идиотизм от испуга. Еще одна характеристическая мелочь. В последнее время многие огульно обвиняли нашу интеллигенцию во всех неурядицах и неустройствах и предлагали против нее поистине неслыханные по своей нелепости меры. В числе их немалую роль играл самосуд живорезов московского охотного ряда, а некоторые не уступали даже перед тамплением в Москве реке. Разумеется, все это было говорено на ветер, но все-таки дает понятие о степени злопыхательства, и никому не пришло на мысль сказать во всеуслышание хотя бы умеренные слова в защиту интеллигенции, хотя бы то, например, что единичные факты следует судить единично же, что обобщения в подобных случаях неуместны и вредны, что, наконец, если и можно забить интеллигенцию в грязь, что же тогда останется? не будь интеллигенции, мы не имели бы ни понятия о чести, ни веры в убеждения, ни даже представления о человеческом образе. Остались бы чумазые с их исконным стремлением расщипать общественный карман до последней нитки. «Идет чумазый, идет!» Я не раз говорил это и теперь повторяю, «идет и даже уже пришел!» «Идет с фальшивой мерой, с фальшивым оршином и с неутолимой алчностью глотать, глотать, глотать!» Интеллигенция наша ничего не противопоставит ему, ибо она ниоткуда не защищена и гибнет беспомощно, как былье в поле. Скучно и тяжело смотреть, как умы вместо того, чтобы питаться здоровой пищей, постепенно заполняются испугом. Испуг до того въелся в нас, что мы даже совсем не знаем и не сознаем его. Это уже не явление, производящее извне, а вторая природа. Мы перечитаем всевозможные загадочности и, безусловно, верим, что таинственная их сил управляет миром, и что судьбы истории всецело отданы им во власть, но еще мучительнее думать, что этому мыслительному плену не предвидится конца, потому что и подрастающее поколение, прислушиваясь к непрерывному галашению старших, незаметно заражается им. Простую мелочь, которая исчезла бы от одного дуновения здорового, освежающего воздуха, мы сумели превратить в мелочь изнуряющую. Стоит прислушаться к говору невольных пленников, возвращающихся из душного Петербурга на дачи, чтобы убедиться, до какой степени всем овладела вера в загадочность будущего. Слышали, раздается в вагонах, граф Кальноке был с визитом у Бисмарка, а через полчаса князь Бисмарк отдал визит Кальноке, и опять оба имели продолжительное совещание? И при сём присутствовал итальянский министр Лампопо, ноше Лампопо. Все они там Лампопо, всех бы их. А слышали вы, что прусские офицеры у Сергия Троицы живмя живут? Зачем их нелёгкое принесло? Утереть бы им нос, этим паршивцам немцам, вот и вся недолго. Тот-то, что платков нет. А слышали вы, как купец Зетт с рабочими купонами девяностого года рассчитался? Вот так с праздником сделал. Крестьяне, разумеется, жаловаться, однако... А слышали вы, как купец Икс всё земство в своём уезде своими людьми заболонил? Неужто? А я ещё его дворовым мальчиком помню. Да, батюшка, нынче хам и сила. Станция Тириоки, прозглашает кондуктор. Пленники вскакивают с места и разбегаются по даче. А на даче мать семейства, встречая своего главу, сообщает. А ведь граф-то кольнок и каков. Вот наши так и не умеют. У троицы сказывают, немцы видели. Ну-ну-ну, матушка, какие там наши тоже туда же. Велика подавать суп и будем обедать. А с Ботенбергом творится что-то неладное. Его начали возить. Сначала увезли, потом опять привезли. С какой целью? Для чего лишний расход? Чего смотрел майор Панов? Бедный майор Панов. Сдаётся мне, что долго не быть ему подполковником. Разве новый Ботенберг приедет и напишет «Воздаяние ваших заслуг по увозу Ботенберга первого жалую вас». Да и тут навряд ли отдадут ему старшинство, потому что ведь эти Ботенберги подозрительны. Скажут «Одного уж увёз, пожалуй, увезёт у другого». И зачем Ботенберг воротился? Пожил в княжеском канаке, пожуировал и будет. Наконец совсем было уехал, вдруг телеграмма «Возвращайтесь!» Нашли надёжную прислугу. И он возвратился. Даже не спросил себя, достаточно ли надёжна прислуга и долго ли ему придётся опять пожуировать. Жить бы да поживать ему где-нибудь в Касселе или Гомбурге на хлебах у нескольких монархов. А он мятежный ищет бури, как будто в бурях есть покой. Вот где нужно искать действительных космополитов в среде ботенбергеров, Меренбергов и прочих и штаб и обер-офицеров прусской армии, которых обездолил князь Бисмарк. Рыщут по белу свету, тёплых местечек подыскивают. Слушайте, ведь он, этот Ботенберг, так и говорит, Болгария любезный наше Отечество, и язык у него не заплёлся, выговаривая это слово. Отечество. Каким родом очутилось оно для него в Болгарии, о которой он и во сне не видал? Вот уж именно. Не было ни гроша, и вдруг Алтын, а Болгары что? Они с таким же восторгом приветствовали возвращение князя, с каким за несколько дней перед тем встретили весть об его низложении. Вот что пишут в газетах. Скажите, ну чем они плоше древних афинян? Только вот насчёт отеческой соли у них плоховато. Конечно, Боттенберг может сказать, моему возвращению рукоплескали. Но таких ли рукоплесканий я был свидетелем в молодости. Придже бывало Михайловский театр да выйдет на сцену Луиза Майер в китайском костюме в девиль «Ля филе де Доминькуэ» да запоёт «Джесуис чита ла блонде эсклаве ду султан эти паркоус ле монде энь дансант энь шантант» Я белокура китаянка невольница султана я объезжаю свет танцуя и распевая перевод французского Как весь театр Михайловский словно облютеет «Бис бис» заются хором люди всех ведомств и всех оружий Вот если бы эти рукоплескания слышал Боттенберг он наверное сказал бы себе «А теперь я знаю как надо приобретать народную любовь» И находятся ещё антики которые уверяют что весь этот хлам история запишет на свои скрижали «Хорошие будут скрижали» Нет время такой истории уже прошло Я уверен что даже современные болгары скоро забудут об боттенберговых проказах и вспомнят о них лишь тогда когда его во второй раз увезут «Ба!» скажут они «Да ведь это уж кажется во второй раз как бы опять его к нам не привезли» Помните ли вы читатель Наполеона Третьего Наверное позабыли Между тем он почти двадцать лет сряду срамил не одну Францию но и всю Европу и никто не замечал праха который до краев наполнял этого человека все преклонялось перед ним все считало его серьезной силой новогодние приемы его представляли собой как бы политическую программу на целый год программу которая принималась безоговорочно к исполнению но наконец пробил таки час когда гноище на котором он возлежал раскрылось само собой и что же с последним громом пушек все смолкло точно ничего и не было несмотря на его падение и смерть события продолжали идти своим чередом как будто он никогда никаким концертом не дирижировал и теперь имя его до того погрузился в мрак что не только никто о нем не говорит но даже и не помнит его существования концерты европейские продолжают разыгрываться без него как разыгрывались при нем а жизнь народная продолжает по-прежнему свое течение особо от концертов имена ньютонов франклинов галилеев ломоносовых будут переходить из века в век имена наполеонов и других концентратов потонут в болотных топях таков закон вещей и никакое насилие не может его обойти не обойдет его и история правда что наполеон третий оставил по себе целое чужеядное племя боттенбергов в виде наполеонидов орлеанов и прочее все они бодрствуют и ищут глазами всегда готовые броситься на добычу но история сумеет разобраться в этом наносном хламе и отыщет где находится действительно центр тяжести жизни если же она и упомянет о хламе то для того только чтобы сказать было время такой громадной душевной боли когда всякий авантюрист овладевал человечеством без труда скажет она это потому что душевная боль не давала человечеству не развиваться не совершать плодотворных дел а следовательно и самой жизни человека и человеческих обществ произошел как бы перерыв который нельзя же не объяснить но сказавши обведет эти строки черную каймою и более не возвратится к этому предмету ах эти мелочи как чесоточный зудень впиваются они в организм человека и точат и жгут его сколько всевозможных союзов опутало человека со всех сторон сколько каждый индивидуум ухитряется придумать лично для себя всяких стеснений и всему этому и пришедшему извне и придуманному радио для творения личной мнительности он обязывается послужить то есть отдать всю свою жизнь нет места для работы здоровой мысли нет свободной минуты для плодотворного труда мелочи 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 запланили всю жизнь возьмем для примера хоть страх завтрашнего дня сколько постыдного заключается в этой трехсловной мелочи каким образом она могла въесться в существование человека существа по преимуществу предусмотрительного обладающего заждительную силой что придавило его что заставило его безусловно подчиниться простой и постыдной мелочи встречайте на улице приятеля и видите что он задумчив и угнетен что так задумались да как то не по себе боюсь боитесь чего же до завтрашнего дня все думается что то завтра будет не то боязнь не то раздражение чувствуешь смутное что то стараюсь вникнуть но до сих пор еще не разобрался точно находишься в обществе которым собравшиеся все разбрелись по лугам и шушукаются а ты сидишь один у стола и пересматриваешь лежащие на нем и давно надоевшие альбомы вот это какое ощущение ах пустяки какие пустяки это верно но в том то и сила что одолели нас эти пустяки плывут со всех сторон впиваются рвут сердце на части но что же может быть завтра такого страшного то то что никто неизвестно и ничего неизвестно будет не будет будет не будет только на эту тему и работает голова слышишь шепоты далекое урчание а ясного ничего все таки я не вижу а чего же тут общего завтрашним днем и завтра и сегодня и сейчас и минуту разве это не все равно голова заполона кругом пустота неизвестность или нелепые разноречивые болтовня опускаются руки и сам незаметно погружаешься в омут шепотов или нелепые болтовни вот это то и омерзительно и действительно кругом слышится только шепот да гул какой-то загадочной работы при замкнутых дверях по неволе вспомнится стихи Пушкина смутно всюду темно повсюду быть тут чуду быть тут чуду только не чудо является в результате а простой изнуряющий вздор возьмем теперь другой пример образование не о высшей культуре идет здесь речь а просто о школе школа приготовляет человека к восприятию знания она дает ему основные элементы его это достаточно указывает какая тесная связь существует между школой и знания известно известно и даже за аксиому всеми принято что значение освещает не только того кто непосредственно его воспринимает но знание честь посредством школы распространяет распространяет лучистый свет и на темные массы известно также что люди одаряются от природы различными способностями и различную степень восприимчивости что ежели практически и трудно провести эту последнюю истину по всем ее объеме то во всяком случае непростительно не принимать ее в соображение наконец признав всеми что насильственно суживать пределы знания вредно а еще вреднее наполнять содержание его всякими случайными примесями посмотрим же в какой мере применяются эти истины к школьному делу прежде всего над всей школы тяготеет нивелирующая рука циркуляра определяется во всей подробной всей во всей подробности не только пределы и содержание знания но и число годовых часов посвящаемых каждой отрасли его не стремление к распространению знания стоит на первом плане а глухая боязнь этого распространения о характеристических особенностях учащихся забыто вовсе все предполагается скройным по одной мерке для всех преподается один и тот же обязательный масштаб переводный или непереводный балл вот единственное мерило для оценки причем не берется в соображение насколько в этом бале принимает участие слепая случайность о личности педагога тоже забыто он не может не остановиться лишних пять минут на таком эпизоде знания который признает важным не посвятить пять минут меньше такому эпизоду который представляется ему недостаточно важным или преждевременно он обязывается выполнить букву циркуляра и больше ничего но в таком случае для чего же не при не прибегнуть к помощи телефона набрать бы в центре отборных и вполне подходящие к уровню современных требований педагогов которые распространяли бы по телефону свет знаний по лицу вселенной и на местах содержались только тут туторов которые наблюдали бы чтобы ученики не повестничали мало того при самом входе в школу о всяком жаждующем знания наводится справка дворянин или помещик или мещанин каковы расповедания православный католик или наконец еврей для последующих в особенности школа время тяжкого и жгучего испытания с юношеских лет еврей воспитывает в себе сердечную боль проходит все степени неправды унижения и рабства что же может вырабатываться из него в будущем нет ни общей для всех справедливости ни признания человеческой личности ни живого слова ничего кроме задачников буренина и малинина и учебников грамматики всевозможных сортов что может дать такая школа что кроме табула раса то есть чистые доски и особенной болезни которые следует применить специальное именование школьного худосочья сонливые и бессильные высыплют массы юношей и юниц из школ на арену жизни сонливы отбудут жизненную повинность и сонливы же сойдут в преждевременные могилы а вот и третий пример представьте себе что студент Харьков женился на Липочке Большовой известные лица из комедии Островского Липочка вышла замуж потому что случайно отдалась Харькову и надо же прикрыть грех Харьков женился потому что принял Липочкину наглость за святую простоту при этом само собой разумеется старик Большов надул Харькова и не дал за Липочкой никакого приданного кроме тряпок и вот они не в долге опознали друг друга Липочка уверилась что Харьков не в состоянии дарить ей три прошит льчатых платьев Харьков убедился что мечты его о святой простоте при первом же столкновении с действительностью разбились в прах что может выйти из этого сожития что кроме клетки в которой сидят два зверя прикованные каждый к своему углу и готовые растерзать друг друга при первой возможности и наконец четвертый пример перед вами человек вполне независимый обеспеченный культурный он мог бы жить совершенно свободно удовлетворяя потребностям своей развитости но и вот так и подмывает отдать себя в рабство он чует своим извращенным умом что есть где-то лестница которая ведет к почестям и власти и вот он взбирается на нее скользит оступается и летит стримглав назад это однако ж не останавливает его он вновь начинает сбираться медленно мучительно ступень за ступенью и наконец успевает прийти к цели тут его встречают щелчки за щелчками потому что он чуженин в этой среде чужого поля ягода тем не менее руководители среды очень хорошо понимают что от этого чуженина отделаться нелегко что он упорен и не уйдет назад с одними щелчками его наконец пристроивают дают приют и мало-помалу привыкают звать своим в ответ на это вынужденной радуши он ходко впрягается в плуг и начинает работать с ревностью празелита идеалы свобода порывы души все забыто все принесено в жертву рабству а через короткое время в результате получается заправский раб в котором все сгнило кроме гнуткой спины и лгущего языка во рту ну что довольны ли этих примеров я не знаю как отнесется читатель к написанному выше но что касается до меня то при одной мысли о мелочах жизни сердце мое болит невыносимо незаменно что весь этот угар это разнокалиберная фантасмагория устраивается сама собой но спрашивается сколько увлекут за собой жертв одни усилия направленные с целью этого устранения мне скажет быть может что я смешал в одну кучу мелочи совсем различных категорий ботенбергевы приключения со школы и так далее я и сам понимаю что в существе эти явления вполне разнородные но и за всем тем не могу не признать хотя косвенные но очень тесные связи между ними дело в том что ботенберговы проказы не сами по себе важны а потому что несмотря на свои ничтожества заслоняют те горькие мелочи которые заправским образом отравляют жизнь под шум всевозможных совещаний концертов тостов и других политических сюрпризов прекращается русловое течение жизни и вся она уходит внутрь но не для работы самоусовершенствования для того чтобы переполниться внутренними болями и умственный и материальный уровень страны несомненно понижается исчезает предусмотрительность разрывается связь между людьми и вместо всего на арену появляется существование в одиночку и страх перед завтрашним днем все это конечно равносильно доброй войне войну клянут собирают митинги и пишут трактаты об устранении поводов к ней или о замене другими судом менее бесчеловечно но забывают что прелиминарии войны гораздо мучительнее нежели сама война война открывает доступ самым дурным страстям одни подрядчики и казнократ что стоит она изнуряет страну материально прелиминарии к войне производят стране умственное и нравственное разложение погружает ее во мрак ничтожества все дурное неправое и безнравственное назревает под влиянием смуты заставляющие общество метаться из стороны в сторону без руководящей цели без всякого сознания сущности этих беспорядочных метаний общество не знающего иного содержания кроме сплетен и насильственно созданных пут может быть способно лишь к прозябанию спрашивается однако возможно ли бессрочное прозябание не должно ли оно постепенно перейти в гниение признаюсь откровенно как не мучительно для меня утвердительный ответ но я вынужден сказать да прозябание не бессрочно чтобы вполне оценить гнетущее влияние мелочей чтобы ощутить их во всех осязаемости перенесемся из больших центров вглубь провинции и чем глубже тем яснее и яснее выступит ненормальность условий в которые поставлено человеческое существование прошу читателей иметь ввиду что я говорю не об одной россии почти все европейские государства в этом отношении устроены на один образец в губернии вы прежде всего встретите человека у которого сердце не на месте не потому что оно не на месте чтобы было переполнено заботами об общественном деле а потому что все содержание настоящей минуты исчерпывается одним предметом ограждением прерогатив власти от действительных и мнимых нарушений прерогатив власти это такого рода вещь которая почти недоступна вполне строгому определению здесь настоящее гнездилище чисто личных воззрений и оценок так что ежели взять два крайних полюса этих воззрений то между ними найдется очень мало общего все тут неясно и смутно и пределы и степень и содержание одно только прямо бросается в глаза это власть для власти и само собой разумеется только одна эта цель и преследуется с полным сознанием в спокойное время на помощь к этой разнокалиберщине является циркуляр он старается сьютить противоположные полюсы личных воззрений и приводит примеры одно одобряет другое порицает и в заключение все-таки взывает к усмотрению но ведь в спокойное время человеку которого сердце не на месте и сам сидит спокойно он равнодушно прочитывает полученную рации и говорит себе у меня и без того смирно чего же еще более иван иванович обращается приближенному лицу кажется у нас ничего такого нет и если нет ли циркуляр прошивается к числу прочих и делу конец совсем в другом виде представляется дело в так называемые переходной эпохи когда общество объято недоумениями страхом завтрашнего дня и исканием новых жизненных основ это время строгости и скорости тут циркуляр не только теряет свое разъяснительное значение но положительно запутывает что такое а посему почему посему беспокойно спрашивает себя адресат и вот начинается утягивание натягивание и наконец личное усмотрение вступает свои права строгость и скорость только и всего власть для власти подозрительность вмешательство все призывается на помощь либо лишь бы успокоить встревоженное сердце наступает истинный переполох и у себя дома и в канцелярии и в гостях у частных лиц и в общественных местах везде чудятся дурные страсти безначали и подрывы основ под которыми за неясностью этого выражения разумеется те же излюбленные прерогативы власти пускаются в ход благосклонные или язвительные улыбки смотря по обстоятельствам нахмуренные брови воркотня поднимается сам собой указательный палец и грозит в пространство уже не циркуляр является руководителем а газеты с ее толками и инсинуация ими все это я не во сне видел а воочию я слышал как провинция наполнилась криком перекатывался из края в край я видел и улыбки и нахмуренные брови и ощущал их действие на самом на самом себе я помню так называемые столкновения в которых один толкался а другой думал единственно о том как бы его не затолкали в конец я не только ничего не преувеличиваю но скорее не нахожу настоящих красок я не говорю уже о том как мучительно жить под условием таких метаний но спрашиваю какое горькое сознание унижения должно всплыть со дна души при виде одного этого неустанно угрожающего указательного перста да Иван Иванович кажется к нам затесался анархист вот этот черноватый с длинными волосами и виду него точно точно съесть хочет это у него от природы робко пытается разубедить Иван Иванович природа знаем мы эту природу не не